Приветствую энтузиастов свободной энергии. Пока Андрей Тихта продолжает напоминать о себе сомнительными роликами, я продолжу свои эксперименты с незалипающей елочкой. Немного пересобрал свой первый макетик, полностью еще создал два. Причем это я все еще сделал неделю назад, просто руки не доходили, заснять весь процесс. Была попыточка дня три назад, но самая большая елочка перед самыми съемками разлетелась из-за слабого крепежа. То есть уже пластик здесь на пределе был. Пришлось это все пересобирать, перезакреплять и так далее. Причем очень сложно было собрать именно вот эту елочку, так как здесь настолько уже было сильное напряжение магнитного поля, что просто аж пальцы чуть ли не поломал. Пришлось на каждые три магнитика ставить гетинаксовую прокладочку, чтобы это все хоть нормально как-то собрать. Ну, это все мелочи. Процесс, как говорится, работы. В общем, сейчас это все состоит как из стекла полтора миллиметра, пластика где-то пяти миллиметров, довольно-таки гибкого и податливого, который очень легко режется вот таким инструментом. Взял еще, поменял магнитные все эти шурупы, которые там были, на немагнитные. Поискал у себя в загашниках. То есть магнитных свойств не имеют. Соответственно, чтобы не мешало процессу никакому. Вот еще к этому всему собрал датчик полюсов, так на скорую руку. Вытащил с обычного вентилятора датчик и поместил в коробочку. Сейчас можно это все контролировать. Где север, где юг. Ну, правда, коробочку надо по-другому переделать, не нравится это мне. Вот. Еще у меня появился магнитный порошок. Но, правда, с ним надо еще разбираться, потому что так его использовать не очень хорошо. То есть надо как-то то ли масло какое-то, то ли что, его в какую-то емкость определенную, может, плоскую засыпать и уже туда использовать. Так что, с ним это потом. К тому же, он как-то так из этих им костей высыпается, я не знаю как, что он забил все эти магнитики. А снять этот порошок можно только какой-нибудь липкой лентой. Вот, пришлось сколько всего собирать с него. Ну, это все хорошо. Теперь подойдем непосредственно к опытам. Значит, как я говорил, вот эта вот прошлая елочка, немножко измененная. Вот. Значит, почему я собрал три? Первая очередь из-за того, что я экспериментировал над разными углами. Вот здесь угол острый, где-то 25-30 градусов примерно, по отношению к жалобу. Вот этот экземпляр. Да, здесь 7 магнитов, здесь 9 магнитов. Здесь уже 45-30 градусов примерно. Вот. А это 15 магнитов. И здесь уже угол, если здесь острый, то здесь как бы тупой. То есть, где-то около 80, 75-80 градусов. Ну вот, видно, что он почти под прямым углом, но немножко скошен. Тем не менее, испытания показали, что угол не особо-то имеет значение. Ну, да, на силу он влияет, но в принципе все работает. Все три елочки, все работает как надо. И длина не особо важна оказалась. И угол. Вот и посмотрим сейчас, что у меня из этого всего получилось. Ну, так как здесь 7 магнитов, и вот при таком углу, на такой угол, получается, что как бы магниты идут один за другим, фактически. Конец, начало, конец, начало. В 45-ти, здесь оно как раз вот середина магнита, следующая середина магнита и так далее. Я, наверное, правда, непрозрачную сделал тут. Вот. А здесь уже буквально они чуть ли не один к одному. На пару миллиметров идет только скос. Вот. Вот теперь мы проводим очередные испытания. Ну, я повторю на этой, как было. Значит, да. Вот я еще тут поставил какие полюса. Вот. Здесь вот этот с этим совпадает, а этот противоположный сделал. Ну, это все так детально. Особого значения это не имеет. И полюса, и все что угодно. Вот сейчас один и тот же полюс. Оно, естественно, не идет. Вот сейчас. Да, и еще. В этих. Вот. В следующих. Я сделал. Еще вставил сюда ОГР-стекло. Прокладочки. Чтобы немножко приподнять. Сами магниты. Вот это вот. Кассету, так сказать, с магнитами. Ее немножко приподнять, потому что вот малейший мне приходится вот на этом, да, так как я не смог поднять, потому что здесь я приклеил. Вот здесь прикручено, а здесь приклеено. Вот. И чуть-чуть что-то не так, и он просто магнит вылетает по непредсказуемой траектории. Вот. То есть его мне надо все время как бы придерживать, чтобы он куда-то не выскочил. Ну, а так как придерживаешь, естественно, он может затормозиться или еще неправильно пойти. Вот. Поэтому когда в других вот этих приподнятых, здесь это все можно делать смелее. Здесь я вот здесь, кстати, на один полюс сделал меточку, чтобы мне было понятнее, как и что вставлять. Вот. Вот у нас 45 градусов. В принципе, вот 45 градусов это самое идеальное. Получается, для елочки, по крайней мере, вот этой. Да. И еще вот сейчас елочка стоит навстречу. а вот сейчас елочка стоит вперед. Но, тем не менее, это не имеет никакого значения. Выстреливает практически так же. Что так, что так. Да, но но если посмотреть внимательно, вот эта нулевая точка, с которой она начинает движение вперед. Вот мы смотрим один магнит, второй магнит, третий магнит. Вот четвертый. И вот когда эти елочки расположены вот так, то так сказать, снаряд надо вдвигать на четыре магнита. А когда наоборот, встречным, всего на два магнита. И оно уже летит. Вот. И мне, вот так как я, говорю, приподнял эти кассеты с магнитами, где-то на полтора миллиметра, теперь снаряд находится, так сказать, чуть-чуть ниже магнитного поля, и он автоматом прижимается к самому желобу. И это все прекрасно выстреливает. Теперь берем самый большой и самый тяжелый вариант. Так, но здесь полюс другой, поэтому я вот именно с этой меткой начинаю. Он тоже приподнят. и тоже выстреливает как должно быть. Тоже можем перевернуть, развернуть. Вот. Можно пробовать и на два. Все прекрасно себя чувствует. Переворачиваем. Немножко затормозил. вот тут криво желоб немножко забольшой. И когда криво идет, соответственно, он уходит не туда, куда надо. вот это у нас было два, четыре, например, возьмем шесть. У меня всего сейчас есть для опытов десять. Ну, десять будет, конечно, но тоже проходит. Он фактически вот по длине уже равняется этой елочке полностью. целый поезд. Тем не менее, все двигается, все работает. Вот, когда переворачиваем, то же самое. И вот я еще раз замечу, что здесь почти, ну, не прямой угол, но очень малый угол. Минимальный, можно сказать. Так, теперь возьмем первую елочку. Тоже вот оно сейчас встречное магниты, да. Но так как их мало, здесь семь штук, то получается, что слишком уже длинные. Когда мы делаем меньше, оно естественно работает правильно уже. можно даже примерно теперь на средней 45 градусов самый, как говорится, идеал. Вот еще такой как можно запускать, да. вот я толкаю соседними магнитами. Тут конечно поймать надо. Уж больно все прыткое. То же самое здесь. Здесь будет легче, потому что тут желоб длиннее. везде нужно все направляющие и желательно конечно чтобы если еще на колеса это все поставить, оно тут летало бы. Вон как выстреливает. так что все эта система вся работает. Все как надо двигается. Могу еще продемонстрировать опять так сказать чтобы не подумали что здесь какие-то подвохи. мера наверх. Так где мне тут что делаем это все на высоте. Это вот когда совпадает магнитное поле а это когда противоположное. Все стреляет как должно быть. То есть можно построить хоть тут 30 этих магнитов оно все их пробьет. Просто соотношение должно быть некоторое длины этого поезда к этой дорожке. хотя вот в этом варианте даже это проскакивает. Так что все это делается очень легко просто и никаких проблем в этом нет не вижу. Поэкспериментировал посмотрел теперь надо будет думать как это внедрять в более серьезные вещи. Вот так что собиралось это все очень легко просто вот такими инструментами еще один инструмент собиралось по часу по два может где-то вот так отрезал отрезал кусочками раз раз где-то посчитал по карандашикам разрисовал и все вот а у Андрея конечно засадом как я считаю то что он эти магниты взял огромные это его большой минус вот все из-за того что они настолько сильные вот сами видите что эти творят магнитики фактически никакие вот ну а что могут как пули летает фактически а с его огромными ну я не знаю он намучается с ними здорово к тому же как я посмотрел вот я успел сегодня посмотреть его ролик буквально перед записью своей вот я посмотрел какое мы сделали там приспособление для магнитов ну уже неправильно во-первых магниты надо располагать вот для елочки как можно ближе я экспериментировал если расстояние вот делать на полторы два то есть зазоры делать между магнитами оно уже почти не работает а если еще больше то вообще не работает вот я например ставил сюда вот магниты и уже иногда проскакивало иногда нет то есть вот елочка у меня полностью идет а здесь вот через один я ставил и оно не всегда уже видно что и совершенно темп не тот и скорость не та все застревает поэтому когда магниты в елочке по крайней мере уже касаться двигателя мы не будем но если касаться самой елочки то чем ближе магниты стоят вот кстати демонстрации других вот зарубежных которые там показывали эти рабочие елочки там явно видно что магниты все вплотную стоят у Андрея они уже будут на расстоянии где-то судя по этой заготовке по сантиметрам друг от друга это уже много хотя учитывая что они мощные достаточно тем не менее и еще надо было переднюю часть куда он вставляет магнит надо обязательно было скашивать не надо было прямо делать надо было скашивать это видно и по тем работам которые он сам же и показывал когда-то по чертежам по патентам что там скошены все заготовки а для чего это во-первых для фиксации там вставляется обязательно штырь который фиксирует магнит он же очень мощный и чтобы его не вырывало и чтобы он там не дергался только штырем вот он что-то там сказал про какие-то там будет накладочки кетинаксовые клеить что-то такое они же все рассыпется не выдержит просто это эти магниты все повырывают это одно а второе из-за того что он будет их теперь в этих заготовочках вставить в кассетах вот они будут так стоять что фактически будет слишком большая зона от начала и конца то есть тут же в принципе вот еще для елочки не важно вот можно было бы еще шире сделать я тут просто вот разные так сказать ширины дел желоба вот можно еще шире она будет работать вот это но в двигателе в двигателе как я знаю там зазор чем меньше должен быть вот а с этими заготовками которые он сделал они для двигателя уже не подойдут ну как я так считаю с моего взгляда вот ну еще он там заикнулся про одного товарища который так сказать тоже всем покоя не дает Литвиненко так называемый ну если там кто зайдет на эти ролики этого Литвиненко последний особенно там увидит как я его троллю по страшной силе потому что конечно этот человек ну совершенно неадекват полный неадекват если раньше он просто был фейкометом то сейчас ну это уже конченый шарлатан то что он сейчас творит как он пытается это продать того что у него нету вообще у него нету ничего толком то что он там год полтора назад какую-то установку сделал которая практически у него не работает ну работает естественно как-то но она не дает в абсолютном того что он заявляет абсолютно ничего она не дает поэтому конечно это страшное дело вот так что на сегодня достаточно я думаю вот будем прощаться всего вам все наилучшего в изысканиях а Андрею ну немножко пора уже забраться за нормальную работу а не много говорить а мало делать я понимаю что он сейчас в лес такое болото со своими магнитами здоровыми и он сейчас замучается их что-то с ними делать но я ему писал как-то он на меня внимания не обращает абсолютно и вот на мои ролики не обращает внимания я ему в личку писал не хочет обращать внимания но нет так нет я буду сам заниматься этим все всем счастливо всем до свидания всем всем всем